Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вас беспокоит. Вы пишите мне, в 42 года я не умею слышать людей и общаться. Значит, чтобы слышать людей... Для этого нужны определенные условия, для этого нужны определенные обстоятельства, которые позволят вам это делать. Ну, или могли бы, которые позволят вам это делать. То есть, грубо говоря, если вы не можете, не умеете, точнее, слышать людей и общаться, значит, у вас нет... Как бы необходимых средств для этого. И в высшей степени наивно думать и полагать, что... Вот, есть какой-то волшебный способ, да, волшебный способ научиться слышать людей. Если вы не слышите людей, значит, вы озабочены своими проблемами. Вот, посмотрите, да, кто не слышит других? У кого свои проблемы? Кто... Концентрируется на себе? Кто, соответственно... Находится в состоянии тревожности, в состоянии нервозности, в состоянии, там, неудовлетворенности и так далее. И поэтому, чтобы слышать людей, нужно с права привести себя в гармонию. Как вы и правильно написали, там, дальше, в конце. Общаться. Термин и слово «общаться» происходит от очень простого определения, да, ну, простого в каком-то смысле, простого в таком плане, что его знают все. Это общее. То есть, общаться, значит, иметь что-то общее. Но парадокс, именно парадокс заключается в том, что, чтобы иметь что-то общее, ну, вот, вообще, с людьми, да, чтобы иметь что-то общее с кем-то. Нужно, чтобы это что-то нравилось в первую очередь вам. Если это вам нравится не будет, да, если это вот вам не будет, ну, если вас не будет это устраивать, да, если вас не будет это радовать, радовать, если вам не будет хорошо об этом, об этом, да? Вряд ли. Очень вряд ли вы сможете общаться с людьми. Почему? Почему? Вряд ли. А потому что, если вам не интересно, если нет искреннего интереса, то и общего между вами и людьми тоже не будет. или будет, но совсем в не такой форме, как вам этого, ну, например, могло бы хотеться. То есть, сперва для того, чтобы увидеть, как общаться с людьми, да, сперва нужно понять, что же вам интересно. Вот вам самой, что интересно? Какие у вас, может быть, интересы есть? Какие у вас, может быть, увлечения, хобби, там, ценности, в конце концов. Вот. Какие у вас взгляды есть, стремления какие у вас. То есть, ну, вот что-то такое, да, что-то общее такое, чтобы вы могли с другими людьми, как бы, ну, разделить. Вот. Эта позиция является самой такой легкой для того, чтобы вы могли как-то, значит, взаимодействовать. И, ну, взаимодействовать и общаться с людьми. То есть нужно что-то общее. Для того, значит, чтобы между вами и людьми было что-то общее, нужно развиваться. Необходимое развитие. Постоянное развитие необходимо. Только развиваясь, только открывая для себя что-то новое, вы можете рассчитывать на то, что у вас получится научиться общаться с людьми. Дальше вы пишете, вернее, я постоянно с детства чем-то недовольная и считала, что мне все должны. А откуда такая установка была? Почему вы считаете, что вам все должны? Ну, считали, считаете, это не так важно. Почему так? Почему так? Откуда такая позиция, что вам теперь должны? Ведь родители же эту позицию, скорее всего, вам, ну, как бы, вложили. Но больше всего некому. Наши родители ответственны и за то, что вы вечно всем недовольны. А почему вы всем недовольны вечно? Потому что, скорее всего, у вас обиды на родителей. Ведь если вы считаете, что вам все должны, наши должны, и родители, верно? А родители вам не давали того, что, ну, вам хотелось. Того, что вы считали, считали для себя нужным, полезным и так далее. А отсюда постоянно не удовлетворено. То есть родители внушили вам определенный драйвер. И вы этим драйвером пользуетесь. Пользовались. Вот. В том числе, в том числе, в том числе, вероятно. И через перекладывание на других, да, ответственности за себя. Ответственности за свое счастье там, ну, и так далее. Вот. Еще раз повторю. Это родители сделали. И как бы с этого драйвера, который вам родители внушили, и нужно начинать. Вот. Теперь, когда родители уже не могут меня поддерживать, я увидела эти же проблемы в детях. Да и сама сейчас боилась общаться, так как ничего в жизни не добилась. Скажите мне, пожалуйста, где связь между тем, что вы не можете общаться, и тем, что вы ничего в жизни не добились? Ну вот, серьезно. А связь между этими двумя вещами какая? Человек может добиться всего чего угодно, разве нет? Но это не обуславливает то, как он будет общаться с людьми. Откуда у вас, откуда именно у вас? Это установка взгляд, что вы не можете общаться с другими, потому что вы ничего не добились. Кто вами руководит в этот момент? Кто заставляет вас думать именно так? Почему вы сами так считаете? Как вы относитесь к тому, что все взаимодействие с людьми, вы сводите к неким условностям? То есть, как бы, я чего-то добилась, я могу общаться, я чего-то не добилась, я не могу общаться. Опять же, сами придумать это, вы вряд ли могли. Сами придумать это, вы вряд ли в силу качества где-то у кого-то этому научили. И сейчас вы, скорее всего, повторяете родительский сценарий, который у вас имеется. Вот родители как говорили вам, что вам все должны. Так вот вам все мы должны, а вы ничего не добили. Потому что они должны вам, а добиваться нужно тоже вам. Но это взаимоисключающие обстоятельства, потому что нельзя чего-то добиваться, считая, что вам все должны. Отберите внимание, внимание, вопрос. Почему родители так вас воспитали? Зачем? Зачем нужно было воспитывать вас вот в таком, скажем, ключе? С какой целью они это делали? Понимаете? Какая интересная вещь получается. Что-то не просто так. Что своим необщением вы научились выживать. Между тем, что вам хочется. Хочется вам чего-то добиться. И тем, как вы считаете, что это можно добиться через должность вам. И, с другой стороны, между реальностью. Которая говорит вам, что просто так люди для вас ничего не сделают. Для этого нужно стремиться. И вы теперь используете это средство, вот эту модель поведения для того, чтобы выживать. Как вы выживаете? Не совсем так понятно, какие именно проблемы вы видите у детей. То есть, проблемы вечного недовольства и проблемы того, что они не включат людей так же, как вы, или не включат вас. В данном случае, если я понял правильно, то это, к сожалению, вполне логично. Потому что дети видят, как вы ведете себя и подражают. Это элементарное подражение. Чем ребенок младше, тем более он воспринимает эти подражения. Тем более он вклонен к тому, чтобы копировать модель поведения своего родителя. Он даже не задумывается. Он просто видит, что так поступает мама. Раз так поступает мама, значит так страшно. Так должно быть. Из-за своих страхов и нерешительности застряла в прошлом. Не могу оттуда выбросить. Ага, хорошо. Ну, то, что вы застряли в прошлом, это скорее чувство ностальгии. Такой, знаете, образный обман. Как говорится. То, что в прошлом вам кажется более лучшим, да. Более идеальным. Более таким... Беспособленным для жизни, да. Чем то, что есть настоящим. Ну, я уверен, что вернись вы в это самое прошлое, не в сознание, а реально. Вот если бы вы реально вернулись туда, я уверен, что ситуация для вас была бы совершенно не такой радужной, потому что образы прошлого всегда идеализируются. То есть идеализируется то, чего с нами уже нет, идеализируются те, кого с нами уже нет. Все это идеализируется, потому что мы запоминаем, стараемся запоминать только хорошее. Так как ничего другого мы не видим. И парадокс ностальгии заключается в том, что если вас поместить в эту вот ситуацию, в это самое прошлое, вы будете недовольны. Вы не сможете там жить. Потому что... Простите, простите, да. Но... Вы не видите всей картины. Образ всегда идеализирован. И очень усилен. Но... Но... У идеализации есть характеристики. А именно... Во-первых, за идеализацию всегда стоит... ...возвышение... ...необоснованное. Субъективное наделение того или иного жизненного обстоятельства теми чертами, теми характеристиками, которые хочется видеть самому человеку в этих, ну, в этих вот обстоятельствах. Хочется видеть человеку в этих обстоятельствах, это потому, что у него этого в реальной жизни нет. Это своего рода такие фантазии, в которых человек купается. Фантазии нужны нам, к сожалению, для того, чтобы убегать от реального мира. Вы убегаете в идеализацию, в приводнесение чего-либо и, соответственно, в обесценивание. Нет, это нужно понимать, что если что-то идеализируется, то что-то обесценивается. Если вы что-то идеализируете, то потом вы это же будете обесценивать. Потому что, чем больше вы идеализируете, тем больше вы этого ждете и чем сильнее разочарование. Но нужно понимать при этом, что идеализирует кто? Идеализирует ребенок. Значит, если идеализирует ребенок, то и вы ведете себя в этой ситуации как ребенок. Правильно? Если вы ведете себя как ребенок, значит, у этого есть какая-то выгода. Вы получаете выгоду от того, что ведете себя так. Вопрос в том, какая выгода. А выгода очень простая. В этих фантазиях вы проживаете и реализуете то, что никогда не смогли бы в реальной жизни. Потому что в реальной жизни вы ничего не добились и в реальной жизни вы считаете, что вам все должны. И для того, чтобы начать в реальной жизни что-либо делать, нужно сначала отказаться полностью от позиции мне все должны. Да? Отказаться от позиции. В пользу позиции другой. Что в первую очередь, я должна себе, потом своим детям, потом всем остальным. Только я должна себе что-то. Только я одна буду с собой всю жизнь, даже не дети, а я. То есть, грубо говоря, наладить вам нужно отношения с собственным я. Потому что отношений с собственным я у вас как бы и нет. Есть другие люди, есть вы. Своего рода такой готовый сосуд для наполнения другими людьми. Чем? Да всем чем угодно. Но все что угодно вам не нравится. А родители научили вас различать, что хорошо, что плохо. Но не показали, как делать выбор. Вот в этом и ключевая проблема. Что ваше, что, скорее всего, и детей ваших. Ну, как это в любом случае видится мне. Дальше. Значит так. Так. Это было сродно от всех, кто все. Особенно ребенок, как? Который тоже оказался в данном пространстве. А в каком? Что это за пространство? В данном пространстве. У вас ведь не один ребенок. Если я правильно понял. Почему вы говорите про всех? Вы говорите, что все страдают. Зачем? Ну, зачем вы говорите так? Так. Знаете, как бы все страдать не могут. Если страдает кто-то, то в первую очередь это ответственность того, кто на самом деле страдает, а не ответственность того, из-за кого страдает. Потому что каждый человек хозяин самому себе. И здесь власть наблюдается, что чувство вины. Чувство вины. То есть если, раз же вы считали, что вам все должны, то теперь вы считаете, что вы всем должны. Опять же, судя по тому, что вы были близки своими родителями, опять же, судя по этому, да, можно говорить о том, что раз вы были близки с родителями, значит, они на вас имели весьма и весьма серьезное влияние. Ну, родители. Родители на вас имели весьма и весьма серьезное влияние. И если родители имели на вас весьма и весьма серьезное влияние, это может означать на самом деле только одно. то, что вы очень сильно к ним прислушивались, ну, к родителям. И из-за этого, вот именно из-за этого, вина, я бы сказал, голос вины, он в вас присутствует. И присутствует довольно сильно. Естественно, что от него тоже нужно издавляться. А для этого, в первую очередь, нужно разграничение ответственности. То есть, где я ответственен за себя, и где ответственны другие тоже за себя. Знаете, вот это является тоже очень важным направлением в вашей, так скажем, в вашей деятельности, да, можно сказать так. То есть, обязательно, обязательно на это нужно обратить внимание. За что я, например, ответственно вообще? Вообще, за что я ответственно, за что я беру ответственность? Ну, сама вот в своей жизни. Почему я боюсь ответственности? Что же вопрос, на который вам нужно обязательно ответить? Из-за чего я боюсь ответственности? Что заставляет меня, да, ее бояться? Опять же, именно ответственности. Что заставляет или кто заставляет? Дальше. Я просто не вижу своего жизненного пути и не чувствую, что мне делать сегодня. Ну, если вы не чувствуете своего жизненного пути и не чувствуете, что вам делать сегодня, то я полагаю, что вы просто-напросто не привыкли прислушиваться к своим желаниям. Вы не привыкли прислушиваться к тому, с чего вы хотите. Вполне вероятно, что речь идет о таких вещах, как, например, Ожиданно, да, то есть мне все должны, значит, я жду от людей, как бы, того, что они реализуют мои желания, и сама я делать ничего для этого не хочу. Соответственно, если я не получаю от людей того, чего я хочу, то я фрустрирую. А поскольку сама я делать ничего не привыкла, да, то я и не делаю ничего. И в итоге даже зажимаю в себе свои желания. Я осознала, что жизнь как раз построена на взаимоотношениях с родными и близкими друзьями. Нет, жизнь построена не на взаимоотношениях с родными и близкими друзьями. С родными, да, родные это те люди, которые создают некий такой базис, каркас ваших, ну, вот в ваших первых контактах, создают базу поведения, ценностную структуру закладывают. Но ни в коем случае жизнь не является только этим. Жизнь — это то, что человек делает в первую очередь для себя. Знаете, человек — это социальное существо, которое стремится к индивидуализации, то есть человек — это существо социальное, которое стремится к тому, чтобы быть, значит, уникальным. Вот. И которое в итоге обладает, ну, такой-нибудь дойственной природой. То есть, с одной стороны, это социальное существо, а с другой стороны, это существо, которое стремится к тому, чтобы быть индивидуальным. И вот вы — это, к сожалению, это проявление такого социального аспекта. То есть, вы — идеальный социальный индивид. Когда вас поддерживают, когда вам дают то, чего вы ожидаете, вот. Вы — идеальный социальный индивид. Идеальный. Но проблема заключается в том, что как только вы выходите за эти пределы, то вы тут же абсолютно и полностью теряете. Вот. Это нормально. Потому что у вас нет личной ответственности, нет принятия себя. Вот. О чем свидетельствует то, что вы хотите изменить свой характер. И о чем свидетельствует то, что жизнь, как вы говорите, построена на взаимодействии с родными, друзьями и так далее. Вот. То есть, это — это позиция социального индивида. Они вроде и есть, но я всегда чувствовал себя в одиночестве. В одиночестве вы себя чувствовали потому, что ваши родители, скорее всего, не принимали вас до конца. Вот. А вы, благодаря им, научились не принимать себя до конца. И как родители ориентировались на социум, на общество, так и вы, скорее всего, также ориентируетесь на социум и общество. Все. Дальше. Значит так. Как-то при поддержке родителей по молодости я оборачивал. То есть, смотрите, вот как получается, да, родители вас в молодости поддерживают почему-то, зачем-то. Видимо, направляли вас на тот путь, который они считали для вас, ну, хорошим, правильным, верным и так далее. По молодости родители вам помогали. И вы как-то барахтались, но это не вы барахтались, это барахтались родители. Вы-то сами делали разве что-то. Ну, вот так, если честно, если откровенно, если положить руку на сердце. Ведь вы сами, скорее всего, ничего не делали. Вы ориентировались исключительно на поддержку родителей. И поэтому сейчас, когда родителей нет, значит, такого направляющего триггера нет, фонариков тоже нет, которые бы вам как-то вот освещали путь. Вы и теряетесь. Потому что сами свой выбор делаете, вы не привыкли. Родители говорили вам, что можно, что нельзя, что плохо, что хорошо, что вам приемлемо, что нет. Вы привыкли их слушать. Вы их, может быть, и, ну, действительно, слушали. Вы их действительно слушали. Вот. Вы делали так, как они говорят. Но по факту вы сами в это время не существовали и не жили. И получается, что ребенок вы для своих родителей и для, например, психологов, вы очень подавлены. То есть вы ребенок с абсолютно подавленными желаниями и подавленными собственными какими-то стремлениями. Родители. Родители. Вот. Естественно, во благих целях. Естественно, во благих целях. Они вас подавляли, потому что считали, что вы, ну, вероятно, с помощью их поддержки придете к какому-то светлому результату и так далее. Не пришли. И очень редко люди приходят. Вот. Потому что финал, финал, он должен быть таким у вас, по мнению родителей, что вы сами ничего не можете. Что вы сами без них ничего не значите. И отчасти поэтому родители вам и помогали, отчасти поэтому родители вас и поддерживают. Потому что без них, по их мнению, вы ничего не значили без их поддержки. А поддержка им была нужна. Ваши, да, то есть почему они не отпускали вас? Почему они не отпустили вас, там, я не знаю, свободно плавали, да, например. То есть, ну, выросли вы, ну, и, понимаете, как бы дальше в своей жизни сами. Почему они этого не сделали? Ага, потому что чем бы они сами занимались тогда? Чем бы они занимались тогда? Вот вы, например, тоже, скорее всего, своему ребенку будете оказывать такую вот поддержку, помощь во всем. Возможно, даже, ну, в большей степени, чем это нужно. Ну, почему? А там эту энергию-то куда девать? Энергию-то ее некуда девать. Вот. Но себя, для себя, вы не привыкли жить для себя и не привыкли что-то делать для себя. Вот. Вы привыкли, может быть, получать, да, но не делать что-то для себя. И в итоге ситуация складывается самым, ну, неприятным для вас образом. Далее. 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 Теперь нет сил и страхов очень много. Вы знаете, я могу предположить, что у вас очень много страхов, с которыми, безусловно, нужно работать, которые, безусловно, нужно развеять вам, чтобы они не помещали в вашей жизни и так далее. Это безусловно. Но. Вопрос в другом. Почему у вас сил-то нет? На что у вас силы уходят сейчас? Получается, что и силы, которые вы использовали для того, чтобы барахтаться, кстати, само слово барахтаться, это уже, знаете, такой, ну, я бы сказал, сленг, да, такое употребление неудачника. Почему барахтаться? Почему не достигать того, что вы хотите? Почему не заниматься любимым делом? Почему не идти, например, к поставленным целям своим? Почему барахтаться? Понимаете? Понимаете? Вот это представление о себе, которое в вас вложили родители. Вот. Что вы не такая. Что вы, ну, что вы неправильно. И эту же самую модель, эту же самую позицию, это же самое послание, эту же самую идею вы пытаетесь передать нам. Вы говорите, как мне поменяться? Как мне поменять свой характер? То есть, опять же, опять же, грубо говоря, как мне попасть в эту же самую ситуацию, как мне опять быть в этом же самом положении, да, как бы я была со своими родителями. Вот теперь вместо родителей у меня будут, например, психологи, которые будут выполнять роль этих родителей. Так вот, а если вы будете в этой позиции продолжать находиться, то ничего для вас не изменится. Поэтому менять в себе ничего не нужно. Представление о себе менять, да, представление о себе менять нужно, но это не характер. Так. Представление о других людях, да, представление о других людях тоже, безусловно, менять нужно. Учиться принимать себя, то есть перестать отрицать в себе какие-то черты, да, это тоже нужно сделать. Значит, перестать чего-то ждать от других, да, тоже нужно. Значит, повышать уверенность в себе, самооценку – это какое-то нужно делать. Но уверенность в себе повышается как только через остановку целей и в соответствующие последующие ее достижения. Но эта цель должна быть выполнимой. И здесь поможет когнитивная терапия, то есть терапия, направленная на коррекцию поведения по достижению ваших целей. То, что вы просите у психологов сейчас, да, а вы говорите, как научиться любить себя и видеть себя в этой жизни, как характер изменить – это две противоречащие идеи. Нельзя научиться любить себя, желая изменить характер. Нельзя. Поэтому пока что подумайте, пожалуйста, о том, чего вы действительно хотите и для чего. То есть вы вот говорите, да, что я хочу, например, научиться любить себя и видеть себя в этой жизни. Для чего? Я хочу поменять характер. Для чего? Вот пусть с этого начнется ваш путь к новому, к новому, необычному проявлению вас же. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok